здравствуйте друзья сегодня я решила записать для вас видео ждала пока включатся таймера в моей фиалочной комнате на стеллажах вот так вот у меня тут просторно уютно неделю назад где-то записывала видео сколько прочитала положительных добрых комментариев которые вы мне написали да что поняла надолго исчезать нельзя все равно нужно выкраивать свободное время и хотя бы какие-то там десятиминутные ролики раз в недельку в 2 до скидывать вы часто спрашиваете если у меня каналы на других платформах помимо youtube есть у меня канал на яндекс цене там уже у меня очень давно канал но последние полтора месяца я видео туда загрузить вообще не могу вот нару тубе канала нет и заводить его открывать я не планирую может быть когда-нибудь вот но пока даже в планах такого нет только youtube канал фиалки у алисы и есть еще один резервный канал фиалки без границ я правда туда уже давно не загружала видео вот youtube у меня работает до видео загружаются дольше чем раньше когда я смотрю у кого-то там видео немножко тормозит но в целом все показывает все работает есть группа в телеграм-канале да мне так много участников по моему 158 или 157 но в целом группа неплохая активная девочки делятся там своими наработками по выращиванию фиалок до проблемы там у кого какие возникают подсказки какие-то можно найти ссылочки даются на сопутствующие товары по выращиванию фиалок там тот же грунт горшки лампы в общем-то все там хорошо все замечательно в группе хотелось бы поактивнее но и у меня сейчас времени нет заниматься группой так зайду посмотрю что-нибудь там тимку какую-то подкину фотографии выставляю фиалочек вот как то так в общем-то ссылку на группу группу в телеграм-канале оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео кому нужно заходите так сегодня покажу вам немножко трейлеров вот и буду выводить из тепличек молодняк так сказать в процессе работы поделюсь с вами своими наработками если у кого-то возникают проблемы в размножении фиалок да вот укореняете листик а в тепличке у вас листики пропадают или же переукореняйте фиалки они у вас пропадают на фитильном поливе какие-то там проблемы до могут возникать замок они и так далее и тому подобное в общем то немножечко вам расскажу поделюсь своим опытом потому что хоть фиалки я и давно выращиваю но тем не менее в этом году столкнулась тоже вот с такой проблемой у меня много чего пропало я даже видео записывала показывал вам сейчас вроде все нормально так ну давайте до трейлера сначала посмотрим трейлеры значит вот эти растут у меня на подоконнике этот вот на стеллаже дружочек растет вот эта красота тоже на стеллаже вот это на подоконнике период покоя у трейлеров есть обязательно особенно если вы выращиваете трейлеры на подоконнике сейчас декабрь месяц сегодня шестое число до самые темные месяца даже вот для нашего региона черноземья вот это куст у меня осенью цвел шикарно 23 река иртыш вот на сегодняшний день вот такой вот кустик я его немножко почистила какие там листочки были плохие убрала дай вот такой вот полу лысенький без цветочков даже там и бутонов нет будет этот дружочек стоять до тех пор пока не добавится световой день если же конечно его поставить на стеллаж подкормить его то цветение можно добиться раньше от этого кустика вот такие большие кусты я выращиваю не за полгода и даже не за год вот этому кустику где-то полтора года здесь на одном корню в общем-то стебель укладывался на поверхности грунта присыпалась земелькой все и вот за полтора года такой куст вырастает не знаю сколько он сантиметров наверно 50 есть пустище along trail тоже вот такой вот огромный куст здесь у меня несколько деток было несколько пасынков было высажено здесь тоже наверно сантиметров 50-60 уст в диаметре растет тоже эта красота на подоконнике потому что на стеллаж у меня вообще даже и поставить его нельзя размерами соответствует не подход не подходящая вот цветение не ахти какой цветочки у этого сорта более такие насыщенного розового цвета сейчас они бледноватые потому что света мало да на подоконнике темно хотела я этот кустик продать на день матери и покупатели были но в последний момент все сорвалось цена не устроила значит я поставила цену за этот кустик или две или две с половиной тысячи вот ну а дешевле продавать я не вижу смысла ни с каких соображений во первых уст очень красивый он богатый не дешевка во вторых даже вот в плане того что я весной продаю до фиалки пересылаю почта и зарабатываю таким образом денежку вот представьте сколько я пасынков сниму с этого куста укореню его даже по 100 рублей продам даже по 100 выйдет больше чем 2000 то есть нет смысла удешевлять вот так вот так вот это у меня он лига плюща тоже растет на подоконнике поэтому цветение скудноватое здесь высажена тоже три деточки когда я формирую кусты таким образом да вот хочу большой куст вырастить что я делаю я высаживаю три детки и грунта я не добавляю изначально вот по самые края до горшочка то есть я оставляю где-то не знаю может сантиметра 35 пространство вот вот так вот зачем я это делаю сейчас вот отсветет вот эта красота до первая волна я к весне туда вот вот это срежу у этого сорта стебелечек хорошо вытягивается это ампельный стандартный трейлер вот о верхушке срежу укореню их а там на пенечках вырастут пасыночки вот верхний слой грунта я к весне потом ближе к весне уже снимаю можно даже не доставать с горшочка просто вот верхний слой грунта вот такой вот плохой снимается досыпается новый грунт с учетом того что вот эти еще стебелечки где-то может листики вот нижние снимутся вот и потом будет огромный вот такой вот кустище пушистый который летом будет цвести еще больше люблю этот сорт анлига плюща он достаточно такой крупный но красивый цветочки вот такие вот когда куст повзрослеет цветы будут немножко крупнее но ненамного где-то сейчас они наверное сантиметра два-три а так может быть 4 5 сантиметров будут это не все выборочно так нка осенние рандеву ну это вообще красота это у меня на стеллаже растет на стеллаже поэтому цветение не за волнами уже вот свел он у меня два раза и вот сейчас вот третий раз цветет цветочки вот такие вот колокольчатые крупненькие они не раскрываются не а подашки цвет в принципе не выгорает немножечко вот эта венозность растекается со временем ну вот яркий такой же кроновая пестролизность у этого сорта значит у меня этот сорт не посынкуется не видела еще что посынковался поэтому в этот раз я выращиваю его в три розетки в таком кашпо 3 детки высаживала и вот такой красивый куст у меня получился это стандартный трейлер значит вот эти стандартные трейлеры у меня растут здесь где-то литр и 2 грунта ну литр с учетом того что не полный то здесь 500 где-то грамм грунта в этой тарелочке помещается то есть со временем можно и больше дать объемчик ну пока и так хорошо так хочу показать вам еще вот эту красоту это сорт св город пенза у меня их наверное три кустика вот этот вот кустик растет на подоконнике немножко цветет но из трех кустиков я себе буду оставлять вот этот вот и посадочный материал буду брать тоже с этого кустика ну а вот этот кустик это тоже сортовое все то есть это не спорт это сорт просто мне больше нравится вот именно вот этот вариант здесь смотрите какие цветочки пошли да то есть это такие же колокольчатые цветы и смотрите внутри какая рюкшечка на здесь такого нет это как бы первое что мне что привлекло мое внимание и второе здесь у этого кустика так тут у меня три или четыре детки высажены кучкой высаживала смотрите пестролистность какая проявляется возможно это кроновая пестролистность проявляется возможно листа в листовую химеру хочет превратиться вот этот от росточек да вот эта голова это все нужно наблюдать но пестролистность здесь точно какая-то вот на сегодняшний день интересная потому что у этого сорта окаймляющая пестролистность не кроновая вот и не желтенькая не лимонные вот она вот такая по краям здесь вообще что-то другое то есть на этих вот кустиках окаймляющая а вот на этом вот такая и цветы первый цветочек такой прям рюшастенький вот наблюдать буду так это у меня традисканция на фитиль сегодня поставила ну на полочках у меня в принципе ничего такого интересного нет я вам все здесь показывала в предыдущем обзоре значит погорели у меня лампы в группе в telegram канале я скидывала ссылку с валдебериса заказывала на какие лампы и написала что ну по крайней мере у меня из той партии 4 лампы я брала 3 уже сгорела и 1 вот мерцает она тоже вот со дня на день перегорит остальные лампы у меня эра все работают не мерцание никакого нет ничего я две лампы заменила уже сама меняла поэтому на веревочках на вот таких вот а одна вот еще надо убирать ее и менять но я заказала лампы только они еще не приехали в общем-то на днях приедут и буду менять и тут тоже будут лампы подсоединять потому что тут у меня на этом стеллаже пока еще вот две полки так и не задействовано сейчас уже нужно много чего высаживаю много чего пересаживаю грунт покажу вам да вот такой состав грунта и сейчас делаю торф у меня scar mix не меняла пользуюсь вот с весны все хорошо все нормально даже вот когда пропадали у меня в тепличках в основном укорененные листики то что я переукореняла я проанализировал все понимала что причина того что у меня такие проблемы не в грунте вот грунт у меня весной и летом и укореняла я в нем и переукореняла и взрослые и маленькие чем-то все росло ничего не пропадало и жара какая стояла тут вот вдруг ни с того ни сего начались такие проблемы поэтому сразу поняла что причина не в грунте убрала перлит вот только пенопластовые шарики добавляю в грунт и делаю грунт немножко суше чем обычно вот такой вот раньше я делала очень влажный грунт но более влажный еще и перлит добавляла и вот в тепличках здесь влажность достаточно высокая так прибор у меня сломался новый я не заказала высокая влажность как еще понять полив вот он дома я поливала свои фиалки на матах вот даже которые вот на таких матах росли ну можно сказать каждый день даже в зимнее время здесь раз в три а то и в четыре дня я поливаю да я смотрю их каждый день стараюсь просматривать потому что какая-то может быть пересохнет подсохнет и раньше а в целом поливаю я реже здесь свои фиалки это вот как раз и говорит о том что повышенная влажность дальше я еще поменяла нить значит тоже проник нить подумала пользовалась уже года три акриловой нитью я и тут я вдруг поняла что с такой влажностью акриловая нить она воду тянет очень быстро ну то есть переувлажняет грунт сильно первое на что я поменяла это капроновой колготки вот нарезала капроновой колготки и перешла на капроновой колготки но лучше стало но все равно вот было что-то не то сейчас же еще торфу да раньше классман был он вот действительно легкий и воздушный сейчас хоть верховой торф пишут но вот он какой-то все равно тяжеловатый какой-то вот болото на фитиле поэтому даже капроновой колготки мне не понравилось и я купила себе вот такие вот нити смотрите хозяйственная нить 1 и 2 миллиметра диаметр нити есть двух миллиметровые вот лучше конечно двух миллиметров и брать но я только потом их увидела заказала вот такие нити эти нити перед использованием обязательно нужно намачивать у меня вот я нарезала налила сюда перекись водорода и вот так вот у меня стоят эти ниточки вот мне надо будет сейчас его детки буду отсаживать от листа я сразу вот отсюда достаю ниточку стаканчик продеваю и высаживаю вот значит 1 и 2 миллиметра нить толщина диаметр прекрасно тянет воду то есть ничего не пересыхает в 50 граммовых стаканчиках в 100 граммовых стаканчиках для горшочков восьмерочек там конечно вот такая ниточка может пересыхать особенно если вы упустите момент и не момент нить всегда тянет а здесь может ниточка пересохнуть и потом ее только промачивать это если один раз нить пересохла вот такая то лучше ее заменить на новую потому что потом она все равно будет пересыхать вот и вода у вас будет там но пересыхать все будет вот вот смотрите да вот эти вот ниточки и вот все на фитиле стоит в горшочках восьмерках там где ну я щас не найду вот где я высаживала до фиалки и использовала такую же нить капроновую там я грунт и немножко уплотняла вот я всегда вам говорю при посадке листика при посадке детки не уплотняйте грунт то есть свободно до его набирайте вот с такой нитью его все-таки нужно немножечко уплотнять так пальчиком берете и уплотняйте у меня вот штатив не знаю если я смогу настроить его вот завтра он у меня как что-то не держит телефон то я попробую записать видео вот именно буду укоренять листочки его покажу вам вот у меня как раз здесь есть листики стоят под укоренение так поливаю я значит теплички давайте сейчас соберусь полив делаю вода вот такая вот розовенькая водичка значит чуть-чуть добавляем арганцов очки вот и то что в тепличках то что в тепличках если нужно полить вот вот этим растворчиком поливаю первый залив фиалок на фитиль когда ставлю тоже вот такой вот слабенький раствор марганцовки и все в порядке у меня сейчас все хорошо все растет вот и все укореняется так на видео уже у меня на 22 минуты поэтому наверное теплички я не буду открывать вместе с вами на просто немножко покажу вот смотрите вот это те партии где у меня были потери вот что вышло здесь у меня в составе грунта перлит и вот это у меня пропадала плюс то что я переувлажняла грунт по своим ну как раньше высаживала да все так же все и делала но здесь не пошло а вот здесь вот это я наверное дня три-четыре назад укореняла здесь уже состав грунта без перлита только пенопластовые шарики и торф скар микс он вот такой вот влажненький и даже вот конденсат вроде бы до такой же вот не открывала еще тепличку и ничего не пропало состоит а вот в таком составе грунта было много потери можно конечно укоренять все вот так вот не используя теплички но тогда нужно следить за поливом у меня не получается пересыхает на грунт легкий воздушный и я не успеваю поливать или залила или засушила и точно также все пропадает что в тепличках что бог вот поэтому сменила немножечко агротехнику проанализировала все и решила вот эту проблему которая сегодня наверное все таки все буду с вами прощаться значит обещаю настрою штатив на выходных и запишу для вас видео что-нибудь по пересаживаем я кстати когда обещаю я выполняю а если вот так вот говорю сегодня завтра то это сегодня завтра затягивается надолго есть такая у меня не совсем хорошая черта так все всем пока мира добра и благополучия